Канал Великая Отечественная Война представляет Центральный фронт Центральный фронт – это оперативное формирование Красной Армии в годы Великой Отечественной Войны. Создан 24 июля 1941 года. Расформирован 26 августа того же года. Его армии и полоса обороны были переданы Брянскому фронту. Второе формирование 15 февраля 1943 года на основе расформированного Донского фронта. 20 октября 1943 года Центральный фронт был переименован в Белорусский, позже в Первый Белорусский фронт. Первое формирование Создан 24 июля 1941 года на южном фланге Центрального участка Советско-Германского фронта. На сформирование штаба фронта было направлено в штаб 4-й армии. Командующий фронтом был назначен генерал-полковник Кузнецов, начальник штаба полковник Сандалов, начальник артиллерии генерал-майор Дмитриев, командующий ВВС фронта комдив Ворожейник. Штаб находился в городе Гомель. При создании фронта была установлена его граница с Западным фронтом Брянск, Рославль, Шклов, Минск. Главное операционное направление фронта Гомель-Бобруйск-Волково. В составе фронта сначала было две армии. 13-я армия, командующий генерал-лейтенант Герасименко. Так как основные соединения армии находились в окружении в районе Могилева 61-й стрелковый и 20-й механизированные корпуса, и на Кирикчевском направлении 45-й и 20-й стрелковые корпуса. Армии были переданы части и соединения расформированы 4-й армии. 21-я армия, командующий генерал-лейтенант Ефремов. В состав армии входили 25-й мехкорпус, 66-й, 63-й, 21-й и 67-й стрелковые корпуса. Действия фронта поддерживала Пинское военное плотилие. 1-го августа в состав Центрального фронта включили 3-ю армию. Управление армией, отступающего от самого Гродно. Вышло из окружения 28-го июля в севернее Рогачёва. Командующим 3-й армии оставили генерала-лейтенанта Кузнецова на штаба генерал-майор Ржадов. Штаб располагался в районе Западной Клинковичей. Армии передали в подчинение 66-й стрелковый корпус. Его командиром был назначен вышедший из окружения командир 1-го корпуса генерал-майор Рубцов. Мазырский укрепрайон и 75-ю стрелковую дивизию. 1-го августа 1941 года Кузнецов был отозван в Москву для получения нового назначения. Новым командующим фронтом назначил генерал-лейтенант Ефремов. Исполняющий обязанности командира 21-й армии стал генерал-майор Рогардов. На следующий день ударом в полосе 13-й армии началось наступление 2-й танковой группы Гудериана в южном направлении. 12-го августа началась Рогачевско-Гомерская операция Вермахта. Боевые действия немецкой 2-й полевой армии генерал-полковника Вейхса по разгрому Центрального фронта. 14-го августа в связи с успешным наступлением танковой группы Гудериана на стыке Центрального и Резервного фронтов для защиты московского направления был создан Брянский фронт, командующий генерал-лейтенант Ерёменко. 50-я армия и переданная из состава Центрального фронта 13-я армия. В составе Центрального фронта основалось две армии. Третья армия оборонялась на Мазырском направлении. 21-я армия на Гомельском. 21-й армии, её 66-й стрелковый корпус, командир генерал-лейтенант Петровский, сражался в окружении в районе Жлобин-Рогачёв. 17-го августа. Разгром 63-го стрелкового корпуса был завершён. При этом в арьергардном бою у деревни Склепня, 27-го августа 1941 года, Кузнецов был отозван в Москву для получения нового назначения. Новым командующим фронтом назначил генерал-лейтенант Ефремов. Исполняющий обязанности командира 21-й армии стал генерал-майор Гордов. На следующий день, ударом в полосе 13-й армии, началось наступление 2-й танковой группы Гудериана в южном направлении. 12-го августа началась Рогачёвско-Гомельская операция Вермахта. Боевые действия немецкой 2-й полевой армии генерал-полковника Вейхса по разгрому Центральному фронту. 14-го августа, в связи с успешным наступлением танковой группы Гудериана, на стыке Центрального и Резервного фронтов для защиты Московского направления был создан Брянский фронт, командующий генерал-лейтенант Ерёменко. 50-я армия и переданная из состава Центрального фронта 13-я армия. В составе Центрального фронта оставалось 2 армии. 3-я армия обороняла Мазырском направлении. 21-я армия на Гомельском. Ее 63-й стрелковый корпус, командир генерал-лейтенант Петровский, сражался в окружении в районе Жлобин-Рогачёв. 17-е августа разгром 63-го стрелкового корпуса был завершен. При этом в арьергардном бою у деревни Скепня, в 20 км восточной Жлобина, погибли генерал-лейтенант Петровский и начальник артиллерии корпуса генерал-майор Казаков. На чештаба 63-го стрелкового корпуса полковник Фегин попал в плен. 19-го августа соединение немецкой 2-й полевой армии заняли Гомель. Под угрозой окружения 22-го августа 3-я армия оставила Мазыр. В ночь на 26-е августа 1941 года Центральный фронт был расформирован. Его армии и полоса обороны были переданы Брянскому фронту. 2-е формирование Создан 15-го февраля 1943 года на основе расформированного Донского фронта. Командующий генерал-полковник Рокоссовский. Член военного совета генерал-майор Штелегин. Начальник штаба генерал-лейтенант Малинин. В состав фронта первоначально включили следующие армии. 21-я армия генерала-лейтенанта Чистякова. 65-я армия Батова. 70-я армия генерала-майора Тарасова. 2-я танковая армия генерала-лейтенанта Родина. 16-я воздушная армия генерала-лейтенанта Роденко. Штаб фронта разместился в районе 10-ти километров восточных города Елец. Фронт получил задачу поддержать наступление Воронежского и Брянских фронтов. Действия в направлении Севск. По выходу армии фронта на линию Брянск-Гомель главный удар нанести через Климковичи на Смоленск с задачей захвата района Смоленск и отрезания путей отхода Вяземска-Ржевского в группировке противника. Одновременно с переходом на наступление наших войск с линии Брянск-Гомель на Смоленск. 20 октября 1943 года Центральный фронт был переименован в Белорусский. Позже Первый Белорусский фронт.